Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз» программа «Беседа с батюшкой» в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях член Еприхориальной комиссии по делам молодежи города Москвы, помощник управляющего юго-западным викариатством по духовно-нравственному воспитанию молодежи, священник Василий Белов. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Денис! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Тема нашей передачи сегодня – духовно-нравственное воспитание молодежи. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8495-781-4954. Отец Василий, я знаю, что население юго-западного района сопоставимо с населением провинциального города России, то есть население более миллиона, насколько я знаю. Как церковь находит диалог с людьми в таких густонаселенных, больших районах, на таких территориях? На самом деле, конечно, безусловно, такая работа, она серьезно поставлена в нашем юго-западном викориатстве. Работа давно такая ведется. Мы недавно вышли на новый уровень, где-то три года назад появилась идея о создании форума православной молодежи юго-западного викориатства и юго-западного района города Москвы, юго-западного округа. В чем состояла эта идея? В том, что, кроме того, что в каждом храме юго-западного викориатства существуют большие молодежные объединения, большие приходские молодежные организации, которые различные виды деятельности осуществляют, и ходят походы миссионерские, и занимаются спортом. Есть хоры совершенно замечательные, которые на международных различных выступают в концертах, Кроме этого, юго-западный округ, он один из первых в Москве по количеству вузов. И, естественно, в вузах учатся нашего округа множество православных ребят, которые не только из Москвы поступили в этот вуз, но и из других городов и областей России. Поэтому вот такая консолидация православной молодежи, она была необходима. И первый форум, который состоялся в феврале 2012 года, собрал около 1200 молодых людей с различных молодежных организаций, вузов и организаций светских молодежных. Совершенно замечательная выставка предваряла форум, на который как раз члены православных молодежных объединений, они показали всю свою деятельность, раскрыли её. Были мастер-классы различные. Были представлены фотографии, на которых показывалась вся эта деятельность. И миссионерские походы совершенно потрясающие. Вот как ребята в тех местах, где они миссию свою ведут, они сами вместе уже с местными жителями, которые они крестили, они ставят кресты поклонные, как они несут их на своих плечах, эти поклонные кресты на высокие горы, и сплавляют их на байдарках, вот части этого креста. То есть, ну вот эта вот живая вера показана таким образом. И, конечно, нельзя не вдохновиться этим. Слава Богу, что у нас, в нашем округе, ну, я думаю, что и по всей Москве есть большая поддержка со стороны государства, государственных органов. Поэтому без их участия, конечно, не состоялся бы этот форум. Поэтому мы очень им благодарны, префектам Юго-Западного округа, которые уже на протяжении трёх наших форумов, уже последний форум, также в феврале этого года прошёл. Все мы им благодарны за такую поддержку и административным ресурсам, и помещение, которое нам совершенно замечательно было выделено для этих целей. Ну, естественно, что самая главная работа ведётся на уровне прихода. Вот те батюшки, активные священники, которые во время исповеди какое-то доброе слово говорят молодым людям и приглашают их вот в эти свои молодёжные организации, чтобы человек, который хочет вести цельную жизнь, не просто быть православным, где-то какие-то короткие часы своей жизни, когда он ходит в храм или когда вечером молится или утром, ну и в течение всего времени, чтобы и досуг был у него связан с его единомышленниками и какая-то часть работы. Поэтому тут, мне кажется, вот именно огромная благодарность именно тем священникам и тем людям, которые занимаются на приходах. А приходская деятельность, как я уже говорил, совершенно разная бывает. Кто-то футболом занимается, кто-то рукопашным боем, кто-то поддерживает после воскресной школы существование хоров молодёжных. Поэтому тут можно долго об этом рассказывать. Но есть какие-то уникальные моменты. Ну вот, как я уже сказал про вот эти миссионерские походы. То есть есть поисковые отряды, есть люди, которые исторической реконструкцией занимаются. Вот, конечно, они притягивают к себе, естественно, своей романтикой такой. И в то же время, безусловно, они имеют подоплёк. Например, те люди, которые реконструируют исторический доспех, исторический костюм и вооружение XIV века, XVI в русске. Вот, времён Дмитрия Донского, Куликовской битвы, времён 1612 года. То есть таким образом привлекают внимание к нашей истории? Да, и естественно, что наша история без русской православной церкви. Естественно, эти люди, они чувствуют себя наподлинно русскими православными людьми. Вот, и вот они проникают с этим всем духом. И много маленьких ребят видно, как этим заняться. И в то же время мы видим, мы по Второй мировой войне. Вот недавно в Южном Бутове открывали Алию Славы, Алию Героев. Вот, и там ребята из храма священномученика Серафима, митрополита Петроградского, Чичигова, да, новый храм из программы 200. Там они в форме военной тех времён, они стояли, как на коларауле. Вот, потом раздавали кашу из походной кухни. Вот, конечно, всё это говорило о том, что даже название самого этого клуба, «Вечная память», вот, она говорит о том, что мы помним наших бабушек, дедушек, которые отдали за нас жизнь. И я думаю, что среди этих людей не было людей неверующих, все были верующие. Все с Богом умирали и с Богом жили. Отец Василий, у нас звонок, звонок из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне интересует вот такая суть вашего вопроса, духовно-нравственного воспитания. В чём это конкретно выражается? Особенно духовное воспитание. Те, кто распинал Христа, они отлично себя считали духовными нравственными людьми, они обряды соблюдали, и десятину платили со всего. Абсолютно были духовно-нравственные люди. Как же они умудрились Спасителя распять? Вот это меня интересует. Спасибо большое за вопрос. Завтрашняя Евангелие, которую мы услышим, Евангелие от Марка, она также будет повествовать о том сюжете, который красной нитью через Евангелие проходит, об отношении Христа с вот этими людьми, которые были убеждены, что в законе есть спасение. С парисеями, с книжниками, с саддукеями, с теми сектами религиозными, которые существовали на территории Святой Земли во времена Христа. Да. Действительно так. Но, прежде всего, надо понимать, что христианство и духовность заключаются в любви, которая есть сущность Бога и сущность каждого христианина должна быть. Вот поэтому, передавая сущность христианства через любовь, мы, безусловно, учим вот этому духовно-народственному воспитанию. Безусловно, мы делаем молодёжь, приближаем их к Богу. Вот, но, поэтому рубить, как часто делается с плеча, тех подряд, вот, немножко опережая события, наверное, я рассказал Дионисию о том мероприятии, которое проводилось вчера буквально. Есть такое современное направление спортивное, воркаут называется, вот, это ребята, спортсмены выполняют акробатические упражнения на турниках. Вот, если вы выйдете в дворы свои, где есть турники, рядом с детскими площадками, то там обычно, сейчас видно, и в Москве это часто встречается, начиная с 12-ти, с 10-ти лет уже на этих турниках. Ребята пытаются тренироваться, потому что это сейчас очень популярно. Ну и вот, как я знаю, что большинство этих ребят, вот, которым вчера мы открывали такой турнир, я обращался, они своей целью поставили движение за трезвый образ жизни. Вот, то есть, они, может, большинство из них вообще к теме веры не обращалось, но тема нравственности для них абсолютно понятна. Они сами выбирают это. Мы видим, вот я недавно просматривал некоторые ролики, видео в интернете, и смотрел, что уже движения появились. Движения, когда ребята молодые приходят во дворы и сами делают замечания тем людям, которые пьянствуют на детских площадках. Сами говорят им о том, чтобы они отошли, положили в пакетик пиво, водку, и не делали таких мерзких, грязных дел на территории того места, где это недопустимо. То есть, нравственность, она и так сейчас внутри рождается в сердцах молодёжи. Поэтому мы должны с ними прежде всего говорить о духовности. Духовности не просто, как действительно правильно вы сказали, о законе, а прежде всего, как о законе любви, о законе спасения через Христа, пришедшего в этот мир, своей любовью и спасшего всех нас. Отец Василий, а что значит вести цельную жизнь? Вы сказали, цельная жизнь. Что это такое? Цельная жизнь? Ну, часто бывает обратная ошибка у молодых людей, которые выбирают культуру тела, культуру культа тела. Мы видим, что такое понимание и отношение к себе, к своей личности, она также погибельна. Это такой нарциссизм, когда молодые девушки и парни, вот они в фитнес-залах проводят целые дни напролёт. В общем, ничего больше их не интересует. И делают они это для того, чтобы покрасоваться потом перед друг другом. То есть абсолютно бессмысленное какое-то занятие. Но когда в человеке приходит потребность заполнить всё-таки тот вакуум духовный, который существует, тогда цельность, она как раз вот это требует наполнения. Как святой великий, уваженный Августин сказал, что душа человека настолько велика, что её может заполнить только Бог. И вот мой опыт подсказывает, что многие спортсмены, многие люди, которые ведут активный образ жизни в разных направлениях, они рано или поздно приходят к этому выводу, что они как-то неполноценны. И вот цельность она заключается в том, чтобы прийти к Богу, обрести духовный покой, обрести волю и способность к тому, чтобы молиться и идти по пути спасения. Спасибо, отец Василий. У нас ещё один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Можно говорить? Да, можно говорить. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. 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 Это мне говорили? Да, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Раб Божий Антоний из Ейска, Краснодарского края. У меня такой вопрос об архангелах. Вот архангелы имеют имена. Кто и когда им дал эти имена, где об этом прочесть. И второй, тоже о них, иконописцы изображают их с крыльями. Если они появляются внезапно, если где-то примеры, где прочесть, что они действительно летают, архангелы. Кто их когда видел летящими? Спасибо большое за вопрос. Немножко он, конечно, не касается напрямую темы, потому что я не считаю себя богословом, таким великим. Но, объективно говоря, об ангельских силах мы без помощи Ветхого Завета, мы, конечно, действовать в этом направлении не можем. И, естественно, имена имеют архангелов, архангельских, архангелов имеют еврейские корни, древнееврейские. А то, что касается вашего вопроса насчет крыльев, ну, мы знаем пророчество Исаии, которым он описывает как раз эти ангельские силы Шестокрилати и Серафими, каким образом устроены сами по себе их вид. Поэтому такой достаточно сложный вопрос. Но вот я знаю, у меня есть один знакомый в Москве, у него есть магазин православной литературы Бутова, который источник называется этот магазин, не сочтите это за рекламу, но вы сами задали этот вопрос, который озаботился как раз пониманием вот этих божественных сил архангельских, и даже по его просьбе была написана икона, где присутствуют все архангелы. И у него есть Акафис. Так что, если нужно, вы можете к нему обратиться. Еще раз, магазин-источник в Южном Бутове на бульваре Адмирала Ушакован. Вот. И он, я думаю, что вам может прислать этот Акафис. Плюс подробные пояснения. Спасибо большое. Я думаю, это хороший, исчерпывающий ответ на вопрос. Отец Василий, скажите, а какие еще мероприятия вы проводите? Кроме форума, вы уже сказали, недавно вы открывали соревнования по воркауту. А что еще? Какие еще мероприятия? Мы стараемся на самом деле широкий круг различных мероприятий проводить в течение года. Это и концерты. Вот там, где действуют крупнейшие молодежные организации, да, там, где район, например, как Бутово или Ясеньо, почти 200-300 тысяч, там, естественно, в молодежных организациях состоят не один человек, не два, не десять, а где-то от 50 до 100-150 человек, которые реально могут участвовать в различных мероприятиях. Вот, например, при храме Петра и Павла в Ясенево существует православно-молодежная организация «Покров», которая для детей из детских домов различных округов России, она устраивает рождественские, пасхальные концерты. Дети проезжают, они селятся в семьях волонтеров, вот этих молодых, и, соответственно говоря, три дня здесь в Москве проводят, смотря при этом спектакль в один из дней, который подготовили сами участники вот этих православных молодежных объединений. Вот это потрясающе всего, от начала до конца они делают. Вот это православная молодежь. И, конечно, лица вот этих ребят, которые не имеют мамы, папы, они действительно после такого теплого приема здесь, в Москве, они учатся радостью, чувством благодарности. Ну, я надеюсь, что, может, даже кто-то из этой молодежи задуматься о том, чтобы этих детишек взять к себе уже на более долгий срок. Ну, а так, у нас проводятся ежегодно турниры различные и по футболу, и по волейболу, георгиевские игры на уровне викариатства, по рукопашному бою даже проводятся соревнования. То есть, ну, спектр, он обширен, вот, обо всем просто так не рассказать. Ну, вот, ну, я надеюсь, как-то это будет развиваться. Но дело, наверное, не в том, чтобы сделать как можно больше мероприятий и описать как можно больше мероприятий. Самое главное, что то, что есть возможность обратиться к этим ребятам разным совершенно, которые есть ребята из неверующих семей, ребята, которые первый раз сталкиваются с православием. Есть ребята, которые приходят на соревнования, которые исповедуют другие религии. Вот, но то отношение, которое есть, обычно такие соревнования, они отличаются от подобных отношениям именно друг к другу, к сопернику. То, что называется чистая игра, она естественна для православного человека. То доброе отношение, оно вызывает уважение и среди молодежи, которая неправославная. И вызывает глубокий интерес у ребят, которые в православии как-то никогда не задумываются о своей вере, потому что они крещены в православии. И постепенно вот идет процесс их приобщения. Вот как-то батюшка сказал пару слов там на концерте или на футбольном турнире. И потом батюшке, там один пришел футболист, другой волейболист пришел исповедоваться, причаститься. Потом он стал уже регулярно ходить. Вот у меня ребята в храме алтарничают. Они вот через секцию рукопашного боя пришли и все. Вот сейчас они уже взрослые. Ну вот стали алтарничать. Они были совершенно невоцерковленными. Поэтому результат есть огромный. Самое главное, чтобы не забывать про смысл. Смысл в том, что наш, священнический прежде всего, в том, чтобы проповедовать Христа, проповедовать христианские ценности, традиционные ценности. А я думаю, что каждый, кто видит современный мир, который на грани пропасти и краха находится, каждый раздоровомыслящий человек, он видит, что связано с его спасением, со спасением мира. Это, конечно, христианство. У нас еще один звонок, отец Василий. Здравствуйте. Вы в эфире. Я жду. Вот пять минут, не знаю, спит батюшка ответить или нет. Говорите, мы вас слушаем. Я только что рассказала свою ситуацию. Повторите, пожалуйста, вопрос. Мы вас слушаем. Батюшка, батюшка, я очень хочу вам задать вопрос. Да, пожалуйста. Батюшка, у меня трое детей. Все хорошо. И старшенька хорошо, и средний хорошо. А маленький мне сообщил, что он полюбил мальчика и ушел в голову к нему. Я в шоке. Я просто не знаю, что мне делать. Я даже не знаю, как реагировать на это. Я так далека была от этого, что вообще просто даже почвой из-под ног ушел. Такой хороший мальчик был в воскресную школу, ходил на семья, поломки поездки, все. А я сейчас просто не знаю, как мне жить. Как мне жить, скажите, батюшка, есть одежда, что если я буду молиться, не буду ночью, что он будет нормальным парнем, что он женится, будет семья, у меня будут внуки от него. Да, очень тяжелый вопрос. Господи, помоги вам. Тема, она очень сложная, потому что мы видим, к сожалению, что ни воскресная школа, не то, что ребята постоянно с родителями входят в храм в детстве, к сожалению, не спасают от различных ситуаций, которые потом происходят с ними. Вот иногда проще разговаривать о вере с людьми, которые прошли через многое и потом пришли в церковь с чистого листа фактически. По опыту, собственно, были и сатанисты, и молодые, которые там три шестерки рисовали в себя на черепе. И клыки наращивали. Вот как-то вот жизнь правила мозги, а Господь помог им все-таки выбрать не путь саморазрушения, а наоборот вот этой цельности. И они постепенно, я думаю, что, будучи алтарниками, зонарями, может, кто-то из них уже и священниками сейчас является. Не знаю, правда, но вот так. А вот среди, к сожалению, воспитываний в воскресной школе, вот мы видим, я тоже в воскресной школе преподаю давно, и в православных вузах, к сожалению, идет большой отток людей куда-то в никуда. Ну, конечно, надо прежде всего молиться за этих людей, ни в коем случае их не отвергать от себя, потому что, конечно, грех страшный, тот, который вы сказали, но если мы полностью ограничим с ними общение, и будем их презирать, то от этого только будет хуже. Вот. Христос учит нас действовать любовью. И, к сожалению, причина всего этого кроется в том медиапространстве, которое нас окружает. Мы сейчас живем не реальной жизнью большинство, а живем жизнью и реальной. Живем жизнью в интернете, в соцсетях, и поэтому пока люди не научатся контролировать себя в этом пространстве, пока не научатся отказываться от этого, дозированно сидеть в интернете только для определенных нужд, смотреть там телевизор, ничего не поменяется. Потому что те ценности, либеральные, так называемые, которые пропагандируются через сериалы, через фильмы, через программы, мы этого даже не замечаем часто, через рекламу, они вот таким образом мало-помалу разрешают те традиционные ценности, которые вроде как должны быть заложены, в том числе и православных ребятах. Поэтому стоит задуматься. На Западе уже давно об этом речь идет. Есть уже светские книжки, которые говорят о цифровой так называемой диете. То есть человек понял, что он уже... Невозможно просматривать почту там каждые 5 секунд электронную, невозможно уже сидеть целыми днями напролет в соцсетях, играть в игры и так далее. Он понимает, что срочно нужно спасаться от этого всего. Но в то же время сейчас практически 90% работ связано с компьютером. И поэтому волей-неволей приходится включать, в том числе и мне. Ну как вот так включить компьютер, чтобы заниматься только тем, чем надо? Вот это вопрос, наверное, и современного отношения к посту. Поэтому не только должен быть пост, я считаю, распространяться на еду, но сейчас очень актуально для того, чтобы мы так же подумывали с вами о том, чтобы в большие посты вообще себя ограничивать в отношении компьютера, заниматься только требуемой работой, никаких новостей и всего остального, не потреблять в это время, для того, чтобы иметь противоядие против вот этой всей действительно страшного оружия, которое используется против нас. Отец Василий, а вот в этой конкретной ситуации, кроме молитвы, что еще можно сделать? Может быть, найти какого-то авторитетного священника, если парень ходил в воскресную школу, может быть, у него есть, может быть, и у него был духовник или как-то вот, что еще можно сделать? В этом случае, я считаю, что, безусловно, то, что вы сказали, это возможно, но такие сообщества, которые возникают, они все страшнее становятся, возникают на почве блуда, вот такого, содомского греха. Других грехов, которые противоестественны совершенно человеку. И поэтому они, большинство существует как секты некие, которые полностью обрубают отношения с родителями, со сверстниками, с друзьями, которые были вот из этой сферы. Нас, естественно, будут называть мракобесными, фанатиками, которые не понимают, что на самом деле вот есть какой-то другой выбор в современном обществе, приветствуемый и так далее. Поэтому, безусловно, можно по этому пути. Но если человек это прислушивается, вот, если нету, конечно... Может, резко поменять ситуацию, уехать в какой-то другой город, не знаю, как-то вот... Родителям? Всей семьей. С ним вместе. Ну, просто мы не знаем, к сожалению, всех обстоятельств, которые были, и сколько человеку молодому лет. Потому что, к сожалению, сейчас дети совершенно не подвластны родителям. Вообще ситуация ужасная, потому что на Западе давно уже бьют тревогу психологи, которые говорят о том, что современное образование, современные методы воспитания, которые сейчас у нас всячески пропагандируются, когда говорится о том, что для развития ребёнка необходимо ему разрешать практически всё, допускать всё. Что если, допустим, во втором классе ему не разрешить смотреть те мультики, которые все смотрят, то тогда он вырастет ущербным человеком. Такое очень часто слышим, в том числе и от православных родителей. Что, ну, как же так? Пускай растёт, а потом выберет. Вот. Но уже на Западе психологи говорят о том, что то путь, который выбирают такие родители, такие учителя, такие психологи, он гибельный. Потому что возникает та ситуация, когда ребята воспитывают друг друга, сверстники воспитывают друг друга. И они прививают определённую моду, определённые ценности. Нет связи никакой с родителями. Вот поэтому мы видим, что вот сидят за столом у нас современные семьи, и каждый сидит со своим каким-то мобильным устройством, айпадом, айфоном или с чем-то ещё, вот, и никакого общения нет. А раньше, и мы видим в традиционных таких обществах, да, настоящие семьи, где совершенно спокойно может дедушка, старший, соответственно говоря, в семье, какой-то родитель, внук, правнук, все вместе общаться, и сидеть за столом, праздновать, работать вместе, и у них есть общий интерес. Вот, я думаю, как раз православие, с его чёткой градацией, христианства, вот, оно и призывает к этому. Но мы видим, что этому всячески противодействует, так что дай Бог нам всем терпения, смирения и Божьей помощи для того, чтобы выдержать вот тот натиск, который сейчас идёт. Вот, страшно, конечно, то, что происходит рядом со всем с нами, на территории братской нам страны, но ещё страшнее то, что происходит действительно вот в этом медиапространстве. Многие этого не замечают, уже смирились с этим совсем, но я считаю, что мы должны бороться, прежде всего, в себе самих, запрещая себе те действия, которые пагубны для нас, для наших детей, ну, чтобы не айпад или какое-то другое устройство воспитывало детей, а мы сами с вами это делали. У нас ещё один звонок. Здравствуйте. Звонок, к сожалению, сорвался. Отец Василий, расскажите, пожалуйста, как вы работаете в летнее время с молодёжью? Тут связано летнее время с моей сферой научной деятельности по своему образованию институтскому, аспиранскому. Я изучал историю, филологию и археологию. И вот на протяжении 15 лет я сначала сам, как студент, ездил на археологические раскопки, а потом уже как руководитель практики и как основатель археологического клуба при Свято-Тихоновском гуанитарном университете православном, археологического клуба «Этнос». Почему археология? Почему археологические лагеря? Почему археологические практики? Ну, потому что вот сам ощутив ещё в студенческое время, стремясь к этому, что такое археологические раскопки, что такое условия археологического полевого лагеря, я понял, что ничего больше, не сплачивает так людей, чем труд физический, активный, чем знания, которые люди получают, чем интересные объекты культурные, археологические, исторические, которые мы раскапываем, в которых находимся. Обычно это очень красивые места, даже если это в Москве находится, не только на берегу Чёрного моря или какого-то другого. И поэтому вот эта цельность физического труда, труда интеллектуального, ну и духовного, потому что мы, когда устраиваем такие поездки, они обычно от двух недель до месяца длятся, то всегда удивляешься, откуда у ребят разного возраста находятся силы для того, чтобы встать в полупятого утра раньше всех, которые должны в пять встать, и встать на молитву, помолиться, потом весь день работать под палящим солнцем, и потом ещё вечером, так же, как было у нас в одном из наших поездок, когда огромное количество комаров, мошки облепляло с ног до головы людей, и вот в этих условиях ребят всё равно вставали на молитву, молились с фонариками, ну и самое запоминающее событие это было под Керчью, когда на базилике храма 6 века византийского, также батюшка местная вместе с нами отслужил литургию, и всё это было тоже в условиях палящего солнца в 50 градусах тени, 2,5-3 часа служба шла, и ребята всё это выдержали, сами причащались, исповедовались, вот, вот, несмотря на тот труд 8-часовой каждодневный, несмотря на то, что вроде как приехали условия отдыха, всё равно ребята каждую неделю ходили в храм, никто их не заставлял это делать, то есть один месяц пролетел как один день, вот, и так каждый раз, вот, как я выезжал, плюс ещё это христианские святыни, христианские археологические объекты, находки, которые в музее даже не увидишь, вот, которые можно пощупать, познакомить с огромным количеством людей, интереснейших специалистов, музыкантов, художников, узнать и антропологии, и астроархеологии, подводной археологии, то есть такой спектр, знаний, спектр навыков, которые нигде не получат, я считаю, вот, ну, самое главное, свободного времени нет вообще, вот, и ребята всегда довольны, здоровы, приезжают с этих раскопок, вот, всегда на следующий сезон здесь много желающих поехать еще раз, еще раз, еще раз. И сейчас проводятся такие поездки, да? Да, проводятся, вот этим летом. Немножко, меняется направление, ну, этим летом, к сожалению, не получилось поехать, в силу некоторых обстоятельств, вот, ну, прошлые годы менялся формат, проведения экспедиции, вот, мы на протяжении почти долгого времени здесь зачатевские монастыри участвовали в экспедиции московской, археологической, раскапывали эту святыню, там, как вы знаете, может быть, уже видели репортажи, где под восстановленным собором зачатевского монастыря сделан археологический музей, несколько фундаментов древних храмов зачатевского монастыря, там, сохранены, музеифицированы, там будет музей из тех находок потрясающих, которые там сделаны, вот, я считаю, на самом деле, что это очень перспективное направление, действительно, было бы хорошо, чтобы при тех храмах древних, которые существуют в обилии на территории Москвы, Московской области, существовали маленькие музеи, отряды таких юных краеведов, археологов, историков, которые действительно очень нужным, важным делом занимались, кроме того, как я уже говорил, есть при храмах мобильные поисковые отряды, которые восстанавливают память о павших воинах Второй мировой войны. А чтобы попасть в такую экспедицию, что нужно сделать? Как туда попасть, как стать участником такой экспедиции? Попасть? Ну, большинство попадает туда из студентов, из Свято-Тихоновского университета, но те ребята, которые в нашем приходе алтарничают, в воскресную школу ходят, которые приходят просто в храм. Я обычно приглашаю, если есть такая возможность. Многие прошли через разные экспедиции, разные впечатления у них, конечно. Но вот я смотрю по тем совсем маленьким ребятам, которые с 10 лет со мной ездили, сейчас они уже подросли, и, конечно, они все время меня спрашивают, а когда мы поедем? Когда поедем? Вот в этом году не получилось, так жалко. Они уже спланировали все свои каникулы под это мероприятие. Но не получилось. Но на следующий год, дай бог, получится, и я думаю, что они уже, у них навык появляется, уже как всегда такая жилка, уже хозяйская, они уже чувствуют себя, когда уже студенты приезжают, младшекурсники, а они уже третий или четвертый сезон на Раскоков пребывают, они уже чувствуют себя бригадирами, уже командуют, показывают, как правильно делать, хотя они, естественно, младше по возрасту, но это очень умилительно. И самое главное, то, что вот смотришь, современный молодой человек, к сожалению, и студент, в том числе, ничего не умеет делать. Вот. может, он умеет там стучать на клавиатуре, но вот, к сожалению, никогда там не брал в руки топор, никогда не косил, иногда и лопату не брали в руки. То есть, физическому труду совершенно не приучишь. И постепенно смотришь, стоят там 10-15 человек, уже взрослых, таких вроде дядек, и с этим топором, как с игрушкой, играют. Слава Богу, что там по ноге себе не попадут, но это им интересно. Вот они вот на природе на этой находятся, в условиях экстремального такого, можно сказать, отдыха, и всё меняется. В жизни они становятся самостоятельно уже не такими детьми, которым нужен глаз да глаз, а которые сами могут принимать решения и сами как-то вот мы смотрим, с нами обычно копают светские археологи, из других вузов. Смотришь, они постепенно тоже начинают задавать вопросы, общаться с нашими ребятами, и в общем оказывается, что те люди, которые боялись скрывать там свою веру, точнее скрывали её, вот, вдруг открываются и говорят, вот у меня папа алтарник, вот у меня там так сказать, вообще папа священник и так далее, вот вдруг внезапно они чувствуются, вот, смотрите, оказываются вот такие живые православные люди, жизнерадостные, стремящиеся к такому активному образу жизни и в то же время свою веру не предающие. Вот я надеюсь, что вот наша молодёжь, она будет расти и в прямом, и в переносном смысле, их по количеству, и также будет у них рост духовный происходить, вот, и не будет таких случаев, которые мы вот услышали из звонка, потому что, к сожалению, это горе, беда современного общества, вот, мы, допустим, искать это не можем. Мы должны всеми силами своими бороться, и родители в том числе, не просто отдавая в такие секции, клубы, ну, и просто уделяя время своим детям, не замыкаясь в себе, а действительно проводя с ними и каникулы, и выходные, чтобы они действительно чувствовали, что у них есть родители. Такого часто мы видим, что это исключение такие вещи. Но должно быть наоборот правило. Давайте ответим ещё на один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Можно говорить, да? Можно говорить. А, хорошо. Здравствуйте. Добрый день, это звонит Анатолий Николаевич из Конокова. У меня такой вопрос, немножко на историческую тему. Да, вот я хотел спросить вот ваше мнение насчёт вот в 1901 году, если не ошибаюсь, православная церковь канализировала царство Федора Кузьмича. Если вы не помните, я могу напомнить, что это связано с легендой Александра Павловича или императора Александра Первой, и вот загадка царства Федора Кузьмича. Я хотел вот ваше мнение, вот вы как насчёт вот этой легенды, вы сторонник или противник, вот вы слыхали об этом? Да, конечно, я слышал об этом, про канонизацию не очень слышал, но вот когда у меня ещё в бытности студента была практика архивная, мы были в Российском государственном архиве древних актов, вот, то нам показывали там шапочку этого Фёдора Кузьмича. Да, связывают нас с связывают этого старца с императором Александром Павловичем, якобы ушедшим в такой путь старческий изменивший и светского человека абсолютно превратившийся вот в такого духовного. Но очень много теорий, к сожалению, конечно, ничего определённого сказать нет, потому что это действительно вопрос, наверное, ещё долгого изучения. Мы видим, например, Новый Иерусалимский монастырь, мы также участвовали в раскопках в этом монастыре, и знаем, что патриарх Никон, он, допустим, этого немногие знают, он является местно чтимым святым, даже иконы его есть. Для старообрядцев Никон был зловещей очень фигурой, и потом, когда вот какое-то примирение между произошло присоединение некоторых частей раскола к православной церкви, такое согласие, то вот этот момент немножко ушёл из жизни церкви, из житийной жизни, мы, так сказать, вот только приезжая в Новый Иерусалимский монастырь, узнаём о Никоне. Так что, я думаю, что нет, к сожалению, у меня возможности говорить напрямую, потому что я не специалист в этом вопросе, но мне кажется, что вот эта загадка старца Фёдора Кузьмича, она рано или поздно будет разгадана. Поэтому давайте вместе молиться, конечно, великие у нас были с вами цари, императоры, и надеюсь, что действительно духовный путь их личный, так же, как и царя Николая Второго, он также проникнут настоящей духовностью, настоящим православием. Отец Василий, Вы рассказывали о том, как на Ваших глазах молодые люди начинали ходить в храм, становились алтарниками. Какие слова Вы находите для молодых людей, чтобы объяснить им необходимость причастия, необходимость исповеди, необходимость ходить в храм? Это очень сложный вопрос. С одной стороны, с другой стороны, наверное, личный опыт, который у меня есть, то, что я видел и вижу, подсказывает мне, какие примеры можно привести для того, чтобы у человека обратить его внимание на его духовное положение. Потому что мы, например, с ребятами-инвалидами работаем так же. Один из них уже 12 лет он прихован к кровати по той причине, потому что он упал с турника, будучи молодым человеком, 26 лет. И вот он уже 12 лет, его одна мама содержит, крутит, вертит его, потому что иначе заставит совсем организм, у него словно позвоночник. и вот этот человек видно, как он хочет жить. Вот мы видим, как люди молодые наоборот себя убивают. А вот этот человек за счет внутренней духовности своей, он все равно стремится к тому, чтобы продолжать нормальную жизнь. Он стилусом там вводит по телефону по своему, он еще даже работу пытается найти. У него одна глава двигается, а он еще пытается себе работу найти. Вот что такое вера в Бога. И вот это для меня такой пример. Я видел будущий на раскопку приобретение мощей святых блаженных Пелагии, Параскевы и Марии в Дивеево. Видел, как люди молились и как землю, которую мы археологи вынимали из погребения, на эту землю, люди ползли с колясок, без ноги, ползли и так трепетно к ней относились, Бога молили, просили этих святых блаженно заступничать с помощью. Вот это настоящая вера. Настоящая вера. И пример еще настоящей веры вы про причастие сказали, как-то еще не будучи священниками, не диаконом, просто стоял в храме в Санаксарах. Там девочка бегала буквально за минуту перед причастием, бегала, как-то себя так громко вела. я думаю, как обыкновенно ребенок, что же он может сказать? Просто спросил, пытаясь ее немножко сделать потише, чтобы она не хулиганила, спросил ее, что ты думаешь вообще? Что же такое причастие-то? Вот. Ну, я думаю, что ответит, что обыкновенно родители отвечают этих детей трехлеток или двухлеток, как они причастие понимают, как волшебный компотик, еще что-то такое говорят, магический напиток, горчик, вкусная водичка, а нет, а ребенок сказал по-другому. Она сказала, это нужно, чтобы Боженька в нас вошел, и мы плохого не делали. вот нам необходима сила и благодать Божия, нам необходимо общение с Ним, чтобы нас существо грешное, которое, к сожалению, от Бога самостоятельно постоянно отпадает и стремится к озлу, вот, чтобы оно поменяло полностью свой вектор и стремилось к добру, к любви, которую мы можем черпать только у Бога. И вот этот ребенок маленький передал этот смысл в этих простых словах. Я думаю, что каждый может в своих личных примерах, в своей личной вере найти такие ответы. И обратиться к вот этим молодым людям, в том числе к своим детям. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам большое, отец. Спасибо Господи. До свидания, братья и сестры. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был член прихоральной комиссии по делам молодежи города Москвы, помощник управляющего юго-западного векариатства по духовно-нравственному воспитанию молодежи, священник Василий Белов. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.